Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. 1900 обращений получили люберецкие полицейские на минувшие недели. Из 28 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, стражам порядка удалось раскрыть 23. На территории обслуживания ведомства произошло 214 ДТП. Дальше готовимся к личному составу по охране по проруби, к решению купелей, по охране общественного порядка, как завтрашнего дня мы заступим в ночь. Также 19 числа будем охранять всех купелей для того, чтобы не было проблем. У сотрудников люберецкого гарнизона пожарной охраны на прошлой неделе было 35 выездов по сигналу тревоги. На территории городского округа произошло 5 возгораний. Ни одно происшествие не стало причиной гибели или травмирования людей. 10 января Люберцы, улица Кирова напротив дома 7, загорание легкового автомобиля BMW X5, загорание моторного отсека на площади 3 квадратных метра, в итоге без пострадавших. 10 января загорание легкового автомобиля ВАЗ-2115 на адресу Томилина, улица Крамзина, дом 36. Загорание автомобиля по всей площади на 6 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Аварийных отключений не зафиксирована. В единую диспетчерскую службу поступило более 4000 обращений. Основная тематика – начисление за жилищно-коммунальные услуги. Также управлением ЖКХ ведется мониторинг обращений поступивших по системе инцидент. Вопрос налить сосульки на кровле. В связи с тем, что потепление было, сразу образование у нас наледи, сосулек, данный вопрос у нас взят под контроль по всем управляющим компаниям. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. По словам главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова, на данный момент в ковидных госпиталях городского округа находится 218 пациентов. Более 5000 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, лечатся дома.